Итак, рамы. Какие бывают? Какие работы можно оформлять? Какие не стоят? Как оформлять? Сейчас попробуем разобрать. Смотрите, есть два вида рам. На дереве и на пластике. Если вы обыватель, визуально вы никогда не отличите, какие на дереве и какие на пластике. Даже вот здесь посмотрите. Ну, догадались, где дерево, а где пластик? Не уверена. Ну, в общем, дерево – это вот этот последний стеллаж, а все остальное – пластик. Почему? Потому что пластик дешевле, дерево дороже, и дерево дольше в работе делает. Ну, вот, например, на мою работу деревянная рама, вот это, кстати, пластик верхняя белая, а нижняя приглушенная золотая – это дерево. И белую мне сделаю через неделю, а золотую в течение месяца, потому что дольше в работе, потому что материал не находится в городе, потому что нужно заказывать. С деревом больше хлопот и в цене, еще раз повторюсь, дороже. Пластик вот вообще не отличить, посмотрите. Ну, визуально одинаково выглядит. Но дерево качественнее. То есть, если ваша работа тяжелая, если вы хотите ее оформить в раму, и на раме она будет висеть, то есть крепление делается по стенкам рамы, то, конечно, нужно выбирать деревянную раму. Но если вы делаете картину с отступом, что такое с отступом? Это когда работа достаточно толстая, а еще в идеале она заходит на торцы, ее приклеивают или прибивают на картон или на ДСП тонкий, сзади можно вставить паспарту, и рама вставляется на ДСП, то есть картина висит как будто в воздухе. Я обожаю это оформление, потому что можно выбрать любой толщины раму, оформить сзади паспарту, но это гораздо интереснее смотрится работа и современнее. Сейчас художники максимально все переключились на такой способ оформления. В общем, при таком способе оформления вы можете выбирать пластик и абсолютно любой толщины, потому что он прикрепляется к основе ДСП, и ему все равно, какого веса ваша картина, потому что крепление будет к самой ДСП. И, кстати, о креплении. Есть крокодильчики, это вот в верхнем углу слева, серебренькие и черненькие. Есть вот такие петельки, это прям для тяжелых работ, прям для больших. Есть крючки, есть внутренние сверливаемые крепления, которые уже идут в арборде. Все зависит, насколько ваша работа тяжела. До 25 килограмм выдерживают и крокодильчики, и петли. То есть можно выбирать эти варианты смело. Если уже больше, то высверливаются в арбордах специальные крепления, которые или работа вообще прикручивается к стене. То есть это уже другая история. Еще один вариант оформления интересной работы вашей, если она до полутора сантиметров, то есть достаточно плоская, это оформление на паспорту или в паспорту. Вот плоские работы на листах или на картоне можно оформлять под паспорту. Паспорту сверху делается, оно увеличивает объем. А если работу на паспорту сделать, очень круто срезы камня смотрятся вот в раме на паспорту. Это тоже оформляется очень легко, и причем даже самостоятельно вы можете купить или заказать раму. Паспорту это цветная бумага или цветная вельвет, цветная гофрированная бумага, она продается спокойно везде. Клеите ее на картон, потом приклеиваете работу свою и оформляете в раму. Это все делается просто. И для такого способа оформления подойдет рама из пластика. Крепление в таком случае делается на раму, то есть с обратной стороны прикручивается маленькими шурупами, либо крокодильчик, либо две маленькие петельки, и рама себе спокойно выдерживает вашу работу, с учетом того, что она не толстая и небольшая. То есть выбора достаточно много, и достаточно большой объем работы вы можете сделать самостоятельно, не обязательно прибегать к услугам мастерских. Все сейчас продается в доступе свободном отдельно везде. Можно купить и самостоятельно оформить, если у вас есть время и желание попробовать, как это все работает. Надеюсь, было полезно. Всем отличное настроение и вдохновение!